Добрый вечер, в эфире послесловие к новостям. Любимый всеми спортсмен Антон Шипулин сменил лыжи на коньки. Ради чего он это сделал, спросим личного спортсмена. Сегодня у нас в студии олимпийский чемпион Бобиатлона Антон Шипулин. Антон, добрый вечер, рады вас видеть. Ну, уже понятно, ради чего вы это сделали. 27 апреля, уже в следующую пятницу, пройдет благотворительный хоккейный турнир «Матч звезд». Вы там тоже будете принимать участие. Четвертый раз, если я не ошибаюсь, проходит этот хоккейный турнир. Не профессионалы, которые участвуют в нем, уже набирают опыт, лучше катаются, более зрелищно становятся игры? Ну, конечно, каждая команда стремится, как всегда, ну, в первую очередь выиграть, во вторую очередь не оплошать перед зрителями. Но наша самая главная задача не показать прям классный хоккей. Наша задача как раз показать шоу, чтобы зрителю было приятно посмотреть, чтобы зритель понимал, что он приходит не посмотреть на чайников, потому что, на самом деле, если они хотят посмотреть на хороший хоккей, они идут на автомобилист или на какие-то другие команды, или смотрят по телевизору. Наша самая главная задача – это позвать как можно больше людей, которые будут приходить на матч, смотреть, но и участвовать в благотворительности. Потому что каждый купленный билет, каждая копейка, каждый рубль будет направлен именно на благотворительность, на детей, для которых мы будем строить спортивные площадки. Ну а все эти люди, которые приезжают, и на самом деле такое количество людей популярных в одном месте собрать очень сложно, и не каждому это удается. Нам это удается уже на протяжении нескольких лет, когда приезжают и чемпионы мира, олимпийские чемпионы, артисты, известные люди, с которыми есть возможность сфотографироваться, получить автограф, посмотреть какие-то интересные элементы борьбы и элементы шоу. И это все мы делаем только для того, чтобы собрать большую аудиторию, с которой будем все вместе помогать детям. Привлечь внимание, но личные связи тут играют роль? Как тут вы прям? Звоните лично, по телефону? Конечно, я думаю, что на личных отношениях здесь больше все и завязано. Сергей Исаев, мой друг, который мне очень сильно помогает, и моему благотворительному фонду, он ответственный за артистов. Артистическую часть. Да, потому что он с ними со всеми плотно общается, приглашает. Мы уже все так перемешались, что уже в последнее время общаются и артисты, и спортсмены все вместе. Я отвечаю за часть спортивную. И у нас действительно все в этом плане неплохо, у нас все решается по одному звонку, и ребята настолько активно вникли в эту атмосферу, что не задают никаких лишних вопросов, а как, а почему. Почему они готовы приезжать, приезжать за свои средства, оставлять семей, друзей на несколько дней, потому что все понимают, что у нас есть одна общая цель – помочь детям, помочь нуждающимся. И это действительно такая история, когда мы не берем деньги определенные и не строим на них спортплощадки. И поверьте мне, мы в год строим около 10 вот таких вот объектов, когда берем деньги там со спонсорами и строим. А здесь у нас проект именно связан для того, чтобы привлечь внимание зрителей, которые приходят участвовать в этом массовом таком красивом шоу. Когда они могут получить двойное удовольствие, первое удовольствие от того, что они посмотрят, а второе удовольствие моральное от того, что они поучаствовали в кирпичике, в каждой копеечке, в каждом турничке. И это действительно очень ценное мероприятие, которое мы пытаемся донести каждый год до зрителя. Уже знаете, где будет построена детская площадка после вот этого хоккейного турнира? Кому повезет в этот раз? Да, в этом году мы выбрали детский дом-интернат в Нижнем Тагиле. И у нас заявочная система, каждый год нам отправляют заявки, и мы стараемся выбирать не там, где нам ближе, удобнее, а стараемся выбирать там, кому нужнее. То есть вы лично выезжаете к ребятам, смотрите? Ну, не вы лично, а сотрудники фонда благотворительного? У нас проходят сначала заявки на сайте фонда, когда нам скидывают количество детей, скидывают фотографии. Мы смотрим по фотографиям по количеству детей. В прошлом году, например, был определяющим фактором это количество детей, которые нуждаются в спорте, но у них нет условий для занятия. В прошлом году в селе Будка насчитывалось более 360 или 380 детей в школе, которые не было возможности предоставить качественные спортивные площадки. И это был определяющий фактор. Сейчас несколько факторов, но мы тоже выбрали самую нуждающую площадку, и насколько сильно или насколько хорошо мы сможем реконструировать или построить новую, это уже будет зависеть после матча и после того, как мы посчитаем те средства, которые мы привлечем благодаря этому матчу. Но вы финансовые стороны вопроса не раскрываете? Сколько обычно приходится, сможете заработать за вот такой благотворительный матч? Это большие суммы? У нас всегда открытая система, и на сайте моего благотворительного фонда мы не скрываем никогда и показываем отчетность, какой у нас оборот за месяц, за год. То есть любой желающий может зайти и посмотреть. В прошлом году мы собрали плюс-минус около миллиона шестьсот за проданные билеты, плюс нам добавили спонсорские деньги, и того получилось более двух миллионов. Я уже не буду вдаваться в подробности, там, два сто, два двести, два триста, два четыреста, но больше двух миллионов, на которые мы очень неплохо, я считаю, что отреконструировали и построили спортивную площадку. В этом году я надеюсь, что будет больше. Будет больше, конечно, нужно же расти. Я прочитала, что ваш фонд был создан в 2010 году, вам было 23 года. Вы же совсем молодой парень, вот на самом деле некоторые в 23 года, но о благотворительности совсем не думают, у них другие совершенно мечты и чаяния. Почему вдруг благотворительный фонд, с чего все началось? Вот зацепило. После Олимпиады я приехал, у меня были какие-то определенные средства, которые я заработал. Даже в тот момент я считал, что они не совсем заслуженно заработаны мной, но мне хотелось, потому что на Олимпиаде была ситуация, когда я немножечко подвел команду, но это уже другая история. То есть совесть грызла? Совесть грызла, но не из-за того, что совесть грызла. Я понимал, что я заработал определенное количество денег и частью я должен поделиться. Частью я поделился с церковью и частью я поделился с детским домом. Причем мне не хотелось просто перевести деньги и на этом все. Я поехал лично, мы купили несколько компьютеров пообщаться с детьми. И вот когда я увидел тех детей, которые обделены вниманием, самое, наверное, важное, которые через час, через полтора подбегали меня, хватались за руку, жаловались или наоборот радовались вместе со мной. Мы пили чай и играли в футбол. И это было настолько искренне и здорово, что ехав обратно из орбиты, это был орбитский детский дом, у меня очень сильно щемило сердце. И через два, через три дня, общавшись с друзьями, я понял, что нужно сделать что-то большее, потому что у меня денег не столько много, чтобы я помог всем. Чтобы каждый раз из личного кармана сдавать. И мы приняли решение, что надо сформировать что-то такое, чтобы саккумулировало средства тех людей, которые мне доверяют и которые будут доверять. Так и появилась идея создания благотворительного фонда. Да, было сложно, мне никто не подсказывал, я больше скажу, мне никто не верил, что у меня получится. Сейчас, после семи лет работы, мы вышли на определенный уровень. Мы проводим более 160 мероприятий в год для детишек. Мы построили уже более 15 спортивных площадок. Но вы лично тоже участвуете в процессе? Вы вовлечены в эту историю? Конечно, я участвую, но не во всех мероприятиях, потому что у меня еще и спорт, у меня еще и какие-то свои дела. Но основные мероприятия, так скажем, процентов 10 основных мероприятий, где я лично участвую и стараюсь присутствовать на мероприятиях. Но в делах фонда я полностью имею контроль, я полностью общаюсь с нашими сотрудниками. Мне повезло, что у нас и директор фонда, мне попался хороший, и работники уже. Наработана эта команда, с которой я могу доверять, с которой мы идем уже не один год нога в ногу, и благодаря которым у нас фонд развивается и с каждым годом растет. Мне кажется, самая классная идея, которая есть в вашем фонде, это аукцион вещей известных спортсменов. Вы сами это придумали или где-то подсмотрели, если честно? Придумали, когда начали понимать, что тех средств, которые у нас есть, их недостаточно. Это как один из дополнительных способов привлечь средства. И у нас много разных идей было, какие-то у нас потухли, какие-то до сих пор действуют. Но вот таким моментом я чувствую, конечно, самые неловкие моменты, когда я хожу с протянутой рукой и прошу у спортсменов, дайте мне какие-то вещи. Мне кажется, они с радостью должны вам отдавать. Кто-то с радостью дает, большинство, конечно, с пониманием. Кто-то, конечно, так на меня смотрит. Не последнюю рубаху вам отдают. А самый дорогой лот за всю историю фонда какой был? Я надеюсь, что это будет еще самый дорогой лот. Мне в прошлом году подарил шубу Александр Иванович Тихонов. После Чемпионата мира я ее собираюсь выставить на аукцион. Шуба Соболинная, шикарная, это уже реклама. Мы копим деньги все вместе. Антон, спасибо вам большое. И до встречи на матче звезд. Спасибо. Это была программа «Послесловие». Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин